Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня в первой части сразу два гостя. Это заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Щелковского муниципального района Александр Борисов. Здравствуйте, Александр Денич. И российский музыкант, меценат, владелец усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Просто Андрей, здравствуйте. Ну, давайте, если вы настаиваете, как вам удобнее, давайте мы все будем тогда. Александр, Андрей, Сергей. Ну, первый вопрос у меня вот к официальному лицу, представителю нашей районной администрации. Александр, это событие, о котором говорили, наверное, очень долго, да, это то, что усадьба Гребнева наконец-то обрела владельца, хозяина. Ну, владелец был, понятно, ну, как скажем, законно-официальный, но не мог ничего сделать, да. Вот какое значение имеет для нашего района, с вашей точки зрения, покупка усадьбы, вот, ну, частным лицом? Вы знаете, значение трудно переоценить вообще в целом. Нам всем безумно своим повезло, что, в принципе, на территории Щелковского муниципального района, в живописном месте, в сельском поселении Гребневская расположен такой объект. Это объект культуры федерального значения, объект крайне большой, крайне интересный, обладающий уникальной исторической ценностью. Почти 48 гектар, 8 объектов. Больше 48,5 гектар. Отлично. Действительно, очень большой масштаб. И ранее он находился в собственности у распроедительной дирекции Министерства культуры России. С 2014 года неоднократно выставлялся на продажу, на тарги, но, наверное, стоит понять потенциальных инвесторов и меценатов, потому что действительно очень большая площадь. Плюс, поскольку это объект культурного наследия, как и любой другой объект культурного наследия, будь то региональное или федеральное значение, он предполагает достаточно строгие обязательства, охранные обязательства, где прописывается графика ремонтных, реставрационных работ и благоустройства территории. Поэтому вопрос этот был непростой. Это очень большая ответственность, и мы рады, что наконец появился человек, который готов эту ответственность принять. Очень надеемся, что с этим событием усадьба Гребнева обретет новую жизнь и новую историю. Андрей, я так знаю из ваших интервью, которые вы уже давали многочисленным средствам массовой информации, что вы не так давно присматривались к этой усадьбе, примерно год. Больше года. Но тем не менее, вы все-таки когда-то давно жили в Щелкове, и, наверное, помните еще в те годы эту усадьбу. Вот вам удалось ее застать еще в том, понятно, не первозданном, но в гораздо более лучшем виде, чем сейчас? Знаете, удивительно, что я там не был и не знал о том, что есть такая усадьба. Я помню, я жил в офицерском поселке, где сейчас рядом огромный центр «Глобус» стоит. Тогда это было тихое местечко. И я помню, что я на Кроссовом мотоцикле ездил, вот вспоминал, и выезжал на какое-то озеро. Но потом по карте посмотрел, не Гребнево все-таки, это было там другое еще есть озеро. Не знаю, с чем это связано. Может, в то время я там был и замминистр, и директор мебельного объединения. Было просто не до этого, наверное. Я приезжал там, падал, все, и уезжал. Но, наверное, это вот не случайное совпадение. Вообще у меня сейчас каждый день Господь посылает мне какие-то сигналы. Постоянно находятся люди, которых я знал давно, и оказывается, что они причастны к этой усадьбе. Это каждый день. Мой отец, я, честно говоря, уже подзабыл, когда он ушел в отставку, вспомнил, основал реставрационный колледж в Москве, который занимался реставрацией. Вот недавно встретился с директором нынешним, и он прям так обрадовался. А мне его представили как человека, который очень много занимается сейчас реставрацией, созданием кадров для реставрации, обучает волонтеров. И, а вы помните, еще при вашем отце он был жив, как я деревянным зодчеством занимался. Я вспомнил, действительно, какой-то бородатый мужик, там, пилил что-то бензопилой, там, топорами, там, ученики махали. Знаешь, это много лет назад было. И вот такие сигналы каждый день. Я понимаю огромную ответственность, которую я навзвалил. Это, конечно, тяжелые кресты. Кто бывал в усадьбе, он понимает, в каком состоянии все это находится, и сколько будет стоить времени и денег это восстановление. Но я на это пошел после года раздумий, абсолютно ответственный, понимая, на что я иду. Да, я в прошлом художник по мебели, художник по интерьерам, сам реставратор. У меня большое собрание живописи, антиквариата, мебели. Это вот, я живу в историческом особняке, примерно по размеру, кстати, как главный дом. Это мое, это мое родное. И последнее, вот что я был, я понял. Если я не куплю, а ведь три года продают, и нет никого желающего, то все это рухнет. Уже полдома обвалилось, и обвалится все остальное, и все. И на этом вот это вот все. И умрет усадьба, все. И я иногда, знаете, честно говоря, я ведь занимался бизнесом и в тяжелые 90-е годы там, и попадал в такие ситуации, из которых не было выхода. Но я всегда думал, а для чего меня Господь хранил? И, наверное, вот хранил для того, чтобы я вот это, воссоздал эту усадьбу в ее первозданном виде, чтобы там туда пришли люди, чтобы она жила. Спасибо всем, кто пришел, кстати, на субботник. Это вот первое такое сделали мероприятие. Кстати, я был потрясен, когда я выложил в Инстаграм фотографию усадьбы и написал, я купил усадьбу Гребну. Мне написали тысячи людей, тысячи людей, которые сказали спасибо, спасибо, какое счастье, усадьба, появилась надежда, появился шанс ее сохранить. А какую фотографию, если не секрет? А вот там есть вид сверху, где стоит вот это, видно озеро, видно острова и видно вот такие полуразрушенные, еще без крыши. Но главный дом уже обрушился, после 16-го года. И спасибо всем, кто пришел. Очень много людей пришло, трудилось. И мы уже такой как бы сформировали актив. Я вообще хочу на базе усадьбы сделать волонтерское движение, которое не только по очистке мусора. Мусор там еще есть, еще есть где убирать. Но хочу, чтобы они принимали участие в реставрации. Мы будем обучать, чтобы была такая сопричастность к этому. Я, кстати, думал назвать зеленые патрули. Это люди, которые следят, чтобы не разжигали там костры в неположенном месте, чтобы не сорили, не бросали воду. Вдруг ко мне подходит человек, а там подошли, ну, наверное, может, 100 человек, может, 200 ко мне, да, с предложениями. Принесли какие-то документы, которые у них сохранились. Письмо там дедушке, который писал бабушке с фронта. Время субботника, да. Но это было потрясающее что-то. И мне вот просто, вот, ощущая вот такую поддержку людей, у меня вот просто нет никаких сомнений, что мы вот, мы все сделаем. И я уже так придумал, что следующий, 23 июня, конечно, если будет хорошая погода, если дождь, понятно, мы соберемся опять в усадьбе на субботник, но он будет посвящен созданию цветников. Я вот прошу всех, у кого есть возможность взять с собой саженцы цветов там, да, семена там, мы будем делать такие клумбы, красивые в каких-то местах. Значит, а 30 июня и 1 июля я хочу сделать, а, кстати, по традиции у нас уже после каждого субботника плов и полевая кухня. Вы не завлекаете материальным, да? Да, и 30 июня и 1 июля я хочу сделать такой выездной фестиваль подсолнников Art & Food, это будет фестиваль, там будут вьетнамцы, китайцы, там, не знаю, тайцы, дагестанцы с разной едой и маленькая сцена будет, где будут выступать музыканты. Ну, я тоже спою немножко. Это будет 31 и 1 июля. Я приглашаю всех горожан, приходите, вход абсолютно свободный. Я хочу, чтобы уже сейчас, понятно, что усадьба – это два года проектирования, это долгая история, потому что нельзя там ничего делать без проекта, без согласованного проекта, но уже сейчас, чтобы появилась жизнь, чтобы люди узнали, что усадьба ожила. Давайте проследим за этапами, как шло приобретение, так скажем, постепенное приобретение вами усадьбы Гребнева. Ну, год назад мы и не будем затрагивать, да, она вот в конце марта уже нынешнего года проходила, приезжала воездная комиссия Министерства культуры и области московской, и Федеральное министерство культуры, вот как раз вы там присутствовали. Андрей, предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, который снимала наша компания, ну, потом будут еще какие-то вопросы, будем обсуждать. Давайте посмотрим. Попытки восстановить памятник архитектуры, чья история уходит корнями в глубокое прошлое, предпринимались не раз. Усадьба основана в конце 16 века боярином Бельским. В начале 17-го она перешла во владение к князьям Трубецким. В 1781 году имение купил генерал Бибиков, в роду которого она оставалась до 1811 года. Именно при нем был создан архитектурный ансамбль, дошедший до наших дней, правда, уже в фактически разрушенном состоянии. Собственник усадьбы ОАО, распорядительная дирекция Минкультуры России, не раз пыталась решить судьбу усадьбы. Назначались и аукционы. За последние годы архитектурный комплекс пережил пять пожаров. Последние практически полностью уничтожили кровлю западного двухэтажного флигеля и затронули главное здание усадьбы. Одноэтажный флигель к западу от Триумфальных ворот. Сегодня необходимость принятия срочных пер по сохранению этой исторической территории явно назрела. Люди говорят одно и то же. Усадьба всем даже, ну что называется, на уровне подсознания дорога, нужна и важна. И это поможет, это сильно поможет. Этого бояться бессмысленно. Важна не только как память, но и как целостная территория с историческими местами. Андрей, вы приняли решение о покупке вот уже после этого совещания или еще до того? Нет, я на том совещании еще колебался. Меня уже представили как потенциального инвестора, я уже там сказал. Но еще были, конечно, колебания. Я понимал, ну это тяжелейший труд, это дело всей моей жизни теперь. Я еще колебался, но когда я приехал, еще раз приехал, я четыре часа ходил по территории. Прошел, наверное, 10%. Это вот тогда, в марте или уже после? Ну уже было потеплее. Там где-то, наверное, где-то, может, в конец апреля, начало мая. По-моему, торги 16 мая состоялись. Да. И вы знаете, я считаю сейчас искренне, самое красивое место в мире это усадьба Гребнева. Даже не в России. В России это понятно с огромного. Это не передать словам. Ни одно видео, ни фотографии, ничего не передает. Вот уточка, 12 утят плавает. Ирисы, болотные ирисы расцвели. Мне прямо написали, Андрей, никогда не цвели. И вдруг, как только вы купили, сразу зацвели. И я не знаю, там, я могу, это как наркотик. Я уже не могу, понятно, что ехать по Щелковскому шоссе, вы понимаете, из Москвы очень непросто. Но я уже не могу без усадьбы. Я приезжаю туда, просто хожу. Ну, какие-то бумажки собираю, там что-то нахожу. И, ну, одновременно я как-то думаю, а что здесь, вот как бы здесь, что сделать, что бы здесь, что бы изменить к лучшему там. Понимаешь, захожу, смотрю, там, была вода в подвалах. Раз, смотрю, воды нету. Вот думаю, это хорошо или плохо, это грунтовые воды, или просто натекло с крыш там. Понимаешь, разные версии там есть. Смотрю на состояние. Сегодня вот мы были в усадьбе. Посмотрите, я нашли старинные двери. Там есть какой-то некий складик такой. И стоит несколько старинных дверей. Ну, явно конца, там, 19 века. Нашли несколько, там, документаций какие-то нашли, там, понимаешь, что-то вот. Это очень приятно. К сожалению, там, украли несколько львов. Исчезли там. Стояла пианино. Мне же пишут энтузиасты, волонтеры. У усадьбы огромное количество людей, которые усадьбу любят. Которые и интересуются. Я столько узнал нового про историю. Я прочитал огромное количество книг, которые мне все время присылают. Слушай, одно потрясло. Мне один очень серьезный человек написал. Андрей. Историки могут со мной спорить, но это серьезный человек. Андрей. Минин и Пожарский. Своё войско перед походом на Москву тренировали здесь. Они здесь тренировались. И потом пошли. Значит, праздник 4 ноября. Праздник народного единства. К этому празднику прямое отношение имеет усадьба Гребня. Он говорит, Владимир Владимирович Путин, президент России. 4 ноября этого года должен быть в усадьбе Гребня. Я думаю, что можно в тот момент собрать сейчас же много реконструкторов, которые восстанавливают это событие. И создать, воссоздать тренировку у Минина и Пожарского. На роль князя Трубецкого я посмотрел портрет. Слушай, я на него похож вообще. У него, правда, борода седая такая, побольше. Но еще отрастим. Ну, покрасить можно. Андрей, давайте все-таки еще о материальном, так скажем. Сумма сделки, сумма покупки 80 миллионов рублей. Миллионов с копеечками. На реставрацию по самым скромным подсчетам, это по официальным источникам, примерно в 10 раз больше 800. По вашим подсчетам больше миллиарда, а в итоге, наверное, будет миллиарда полтора. Если мы возьмем еще всю территорию, которую тоже, безусловно, надо приводить в порядок, восстанавливать. Если мы возьмем подключение газа, электричества, воды, без этого она не может существовать. Мы же не будем делать дровяные камины. Современные системы должны быть. Конечно, сумма еще увеличится. Я вижу сейчас, помимо стоимости восстановления, которая, безусловно, это серьезная проблема, и состояние самих зданий, две еще серьезных проблемы. Это состояние озера. Еще 15 лет назад там водились раки. Это показатель частоты. Сейчас есть уже некие сигналы, я сам видел. Жители окружающих домов сливают, канализация идет прямо в озеро. Плюс речка Любосеевка, часть предприятий, которые находятся на ней, а по слухам, что и часть фрязинских очистительных сооружений поступают вот это все в эту речку напрямую. Конечно, с этим надо бороться. Я думаю, что прокуратура вместе с природоохранным ведомством, привлекая энтузиастов, экологов к этому, порядок наведем. Я рассчитываю просто, я со своей стороны привлеку специальные компании специализированные, которые очистят дно, прочистят каналы вокруг островов, которые тоже источники такой гнилой воды. И второе, конечно, это кладбище, которое продолжает... Кладбище никуда нитится. Ну, понимаете, оно, кладбище сползает в озеро. Кладбище сползает в озеро. С моей точки зрения, кладбище уже давно должно быть закрыто. Я понимаю, что там есть исторические памятники. Но новые захоронения в таком месте, они, мне кажется, уже должны быть закончены. Все уже. Это памятник архитектуры. Есть там зоны определенные. И с этим, конечно, надо как-то что-то решать. Потому что в ближайшей близости, там, расстоянии, там, 50 метров от воды, да, запрещено купаться в озере. Это неправильно. Озеро должно быть чистым, кристально чистым. Я на себя возьму туда, запущу рыбки, стерляди, раков запустим, сиванских каких-нибудь. Понимаешь, озеро должно жить. Там должны быть лодочные станции обязательно, которые были раньше. Между прочим, последним владельцем был брат Александра Грина. Значит, наверняка брат приезжал. Поэтому какая-то яхта с красалыми парусами обязательно должна быть на озере. Давайте теперь к техническим вопросам перейдем. Сам вот проект реставрации. На него нужно примерно полтора года на разработку. Вот так запланировали, да? Я думаю, это, скажем, с моей точки зрения, это оптимальный срок. Быстрее года это физически невозможно сделать. Причем надо понимать, что это должен быть не просто проект реставрации, но и приспособление к современным условиям. Это значительно сложнее. Я сейчас думаю, ну, три варианта. Первое, это создать вот эту архитектурную фирму самому. Ну, у меня есть там и знакомые, и я знаю людей, которые обладают необходимыми компетенциями. Получим лицензию Минкульта и сами займемся. Это первый вариант. Второй, это выбрать на таком небольшом частном тендере кого-то из грамотных, какую-то грамотную фирму, которая это все сделает. И третье, сделать такой серьезный масштабный международный конкурс. Конечно, который займет подготовка к нему полгода, а то, может, и год. Но зато, конечно, резонанс и, возможно, и качество проекта. Ну, как парк заряди в Москве. Это же был огромный конкурс, где все мировые звезды принимали участие. Зато мы имеем результат. Может быть, мы такой же мост тут и над озером сделаем. Иногда, вы знаете, тут есть, конечно, серьезные вопросы. Они связаны с тем, что это специальная земля. Земля, которой расположены памятники архитектуры. На этой земле по федеральному законодательству невозможно возводить никаких капитальных сооружений. Но, с другой стороны... Ну, беседки можно садовывать. Да, временные, да. Но, я смотрю, вот парк заряди. Это же Кремль. Это кругом исторически, это 100%. Там стоят новые строения. Вот тот же мост вот этот. Он возведен на федеральной земле, которая наверняка охранная и так далее. Потому что, я, конечно, смотрю, я, может быть... Но я вспоминаю, допустим, Лувр. Помните, вот этот стеклянный куб, площадь. И вот если смотреть, вот где между тремя домами, вот прям просится сделать огромный подземный музей. Потому что площадь, конечно, очень небольшая на этих строениях, на самом деле. Мне вот разместить коллекцию Константина Древина, Верина, потрясающего художника, 120 картин, они не поместятся даже. Вот одна эта коллекция. Если я беру свою коллекцию живописи, мебели, там, антиквариата, а я еще хочу создать обязательно музей самой усадьбы, то они просто не помещаются. И все настаивают на создании там краеведческого музея. Обязательно! Ну и, может быть, не только гребни, и фрязные, и грязные еще населенные пункты. Сделать пространство подземное, сделать, ну, допустим, там, у Лувра пирамиды, у нас будет, допустим, что-то шарообразное, чтобы отличаться там с гервом князей Трубецких. С моей точки зрения было красиво бы. Согласятся? Скорее всего, нет. Скорее всего, это такая маниловская мечта. Сейчас давайте вернемся к реставрации уже ныне существующего, то есть уже даже почти несуществующего, да? И вот в качестве примеров, может быть, возьмем не парк Заряди, потому что это все-таки парк, хотя и, понятно, на исторической территории, естественно, охранной зоне. Вот, скажем, пример реставрации. Примерно в одно и то же время происходило. Московские усадьбы, усадьба Царицына и усадьба муравьевых апостолов на Старой Басманной. Понятно, что масштабы разные, но, я имею в виду объем, да, реставрации, но подходы тоже были разные. С одной стороны, спасибо тогдашнему мэру, да, Юрию Михайловичу Лужкову, понятно, что там были аффилированные фирмы задействованы, но, тем не менее, да, усадьба Царицына, которой 200 лет стояла, разрушалась, была восстановлена, по крайней мере, внешне, да, практически вот по тем чертежам, которые создали казаков-баженов, да, то есть архитекторы тогдашних, ничего, 18 века, естественно. Но внутри, извините, заходишь, там сплошной хай-тек, железные балки, стекло и так далее, и так далее, и так далее. Усадьба Муравьевых апостолов, понятно, она намного меньше по размеру, но, тем не менее, это памятник деревянного зодчества, хотя снаружи не скажешь, да, там, понятно, штукатурка, все покрашено сейчас, по крайней мере. Сумма, которую вложил, вот, не хозяин даже, арендатор, хотя и потомок Муравьевых, кстати, там тоже Муравьев апостол, только по имени Кристофер, в Англии он живет, естественно. Вот, но он вложил сумму, наверное, больше даже, чем вот предстоит вложить вам, хотя дома значительно меньше. Но он нашел таких мастеров, я уж не помню откуда, из Архангельской области, где еще сохранились какие-то традиции деревянного зодчества, и вот все полностью восстанавливали внутри и снаружи по тем технологиям, которые были, ну, если не 18, то, по крайней мере, в 19 веке. Вот вам какой подход ближе? Ну, во-первых, перед вами сам сидит мастер, который сам может своими руками вот эти все вещи делать. Значит, охранными обязательствами закрывается только фасады. Внутри они были утрачены очень-очень давно, поэтому они не сохранены. Понятно, что это будет некая стилизация, никакого хай-тека там, конечно, не будет, это исключено на 100%. Понятно, что это будут узоры, лепнина, позолота, антикварная мебель, паркеты и так далее. Единственное, что понятно, что планировки будут уже современные, потому что если в одном, допустим, музей, в другом какие-то парадные залы, в третьем гостиница, то понятно, что должны быть душевые и так далее. Ну, то есть планировка должна быть соответствовать, это и называется термин, приспособление приспособлено к современным условиям. Но, с моей точки зрения, конечно, есть современные дизайнеры, архитекторы, которые считают, что вот эти вот контрасты, они только способствуют. С моей точки зрения, и внутри, и снаружи должна быть гармония. То есть, как вот в Лувре, да? Восоздавать будем в строгом соответствии с теми памятниками, которые были тогда. Вот с теми образцами, которые были тогда. Будем брать классические образцы, их повторять. Утрачено, к сожалению, очень много декора снаружи, придется делать там всех этих львов, там, барельеф и так далее. Ну, что делать? Будем восстанавливать. Ну, найденные двери, которые вы упомянули, да, наверное, пойдут в ход? Или хотя бы как образцы? Обязательно. Более того, я уже подумываю о том, с учетом того, что помимо антиквариата понадобится еще огромное количество дверей, окон, мебели, которые придется делать. Ну, допустим, парадный зал. 20 консолей резных с рамами, там, зеркала, там. Ну, их не купишь нигде, ни в одном, там, аукционе, ни в одном антигварном салоне. Это нужно делать. Я подумал уже, что, может быть, опять мне вспомнить прошлое, там, и создать такую мебельную мастерскую для того, чтобы вот эти все необходимые работы выполнить для усадьбы, ну, самому, под моим руководством, чтобы это все сделали. Тем более образцы-то у меня все дома стоят, не надо ничего изобретать. Ну, и последний вопрос. Вот уже время первой половины нашей программы подходит к концу. Вопрос такой, который волнует, я знаю, очень многих жителей Гребнева, и, естественно, всего Щелковского района, и Фрязина. Никто не звонит, но, видимо, просто, наверное, заслушались. Вход на территорию-то вообще будет как свободный? Смотрите, вход будет, он и сейчас свободный. Значит, единственное, что я планирую. Ну, понятно, что поставить щиты, что вы находитесь на территории частного владения, вы должны соблюдать правила, которые здесь, правила, которые установлены для этой территории. То есть нельзя сжигать костры, где попало, нельзя бросать мусор, где попало, штрафы будут колоссальные, значит, но я вот гуляю по территории, во-первых, ну, меня понятно, что узнают многие там, да, фото, селфи, там, инстаграм. Я очень интернетный человек, я везде есть. Вот кто хочет мне написать, ВКонтакте, Одноклассник, Инстаграм, я везде есть, в Фейсбуке. И специально будут отведенные места, оборудованные, красивые, будут стоять специальные баки для сбора мусора, чтобы не было там, да, какие-то дорожечки мы, даже сейчас, я думаю, мы это сделаем, не дожидаясь там проекта, для того, чтобы люди уже почувствовали, что что-то происходит к лучшему. Единственное, мне вот пришла идея в голову, для того, чтобы попасть свободно на территорию, свободно и бесплатно, нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Мы сделаем сайт усадьбы Гребнева, да, и таким образом, вот мы сейчас там, такой вот холм на большом острове, какой-то копатель, огромные ямы выкопал, что он там искал, я не знаю. Его фотография есть, она висит там, понимаешь, но таким образом, если он попал на территорию, он же зарегистрировался, он уже показал, что он, кто он такой, понимаешь. Вот это максимум, что я могу сделать. И плюс мне очень важно, люди, которые приходят, вот точно так же, как мы на субботнике всех переписали, для того, чтобы если у нас какое-то мероприятие происходит, да, мы всех могли пригласить. Сегодня вот парень, мы гуляем, ходим там, парень на велосипеде остановился. Ну и чтобы они, в свою очередь, по сарафанному радио, тоже передавали эту информацию, правильно? Вот характерный, вот характерный. Вот мы собрались, мы там все тащат, пилят там, строгают там, Антон, депутат Гребневского района, бензопилой пилит какие-то там деревья, сучья. 200 человек там. Идем, а там сидит такая компания, что-то 15. Выпивают шашлыки и жарят. Я говорю, ребят, ну давайте присоединяйтесь к нам. Да нет, мы тут выпиваем. Я так, ребята, ну давайте, давайте с нами вместе, вот мы собрались, убираем территорию. Девять мужиков идут с нами вместе, пошли мусор убирать. Андрей, перебью вас, у нас есть звонок нашего зрителя, короткий вопрос, давайте короткий ответ. Время у нас уже ограничено. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, все присутствующие в студии. Хотел бы задать такой вопрос. Вы сами планируете впоследствии проживать в усадьбе? Ну, я не думаю, что я буду жить здесь постоянно. Я все-таки, вот я такой москвич, да. Но я думаю, что какой-то там, вот если там у нас будет маленькая гостиничка, да, то какой-то один номер я для себя зарезервирую. Я буду здесь бывать очень часто. Потому что контроль за выполнением работ, ну, живем в России. Как только ты выпустился под контроль, значит, считай, все. Поэтому я, наверное, когда будет завершен проект, я практически каждый день буду приезжать и контролировать хоть выполнение вот этих реставрационных строительных работ. Это вот сто процентов. У нас был еще один звонок. К сожалению, нету времени выпустить его в эфир. Там просто слова благодарности вам, Андрей Аркадьевич. Спасибо. Ваше нужное начинание. Просили обязательно передать благодарность. Еще раз скажу. Житель не представился, но тем не менее. 23 июня у нас субботник. Ну, допустим, опять мы соберемся в 11 часов. Значит, будем сажать цветы. Вот у кого есть возможность взять с собой саженцы, семена, привозите. А 30 июня и 1 июля у нас будет фестиваль выездной подсолнухов. Разная кухня всех стран мира. И концертик. Ждем всех. Ну, я со своей стороны тоже благодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на вопросы, рассказать о том, что будет происходить в ближайшие, так скажем, годы в усадьбе Гребнева. Ну, мы со своей стороны тоже постараемся, наверное, следить и как-то информационно помогать вам в этом вопросе. Спасибо. Напоминаю, что в гостях в первой части программы «Диалог» сегодня был заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Щелковского района Александр Борисов и российский музыкант, меценат Андрей Ковалев. Это была программа «Диалог». Первая часть программы «Диалог». Не забывайте, мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. В гостях у меня остался один-одинешник, заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Щелковского района Александр Борисов. Еще раз добрый вечер, Александр. Как мы уже условились, да, не просто по имени в начале программы. Спасибо, что привели к нам такого гостя в первой части, я имею в виду, Андрея Аркадьевича Ковалева. Было интересно послушать вообще вот с вашей точки зрения, с работы вашего комитета, как строится взаимоотношение с этим человеком, ну и вообще вот с самим процессом, который действительно даже не регионального, а федерального уровня. Да, безусловно. Но вы знаете, я начну все-таки с Андрея, да, очень приятно и комфортно с ним работать. Это действительно большой профессионал своего дела, который очень четко понимает процессы планирования, постановки и исполнения различных задач. И в этом отношении нам действительно с ним очень легко. С точки зрения вообще масштаба, да, безусловно, это очень сложный процесс. Андрей сегодня много важных тем затронул и относительно коммуникации, и относительно процесса реставрации, и относительно в целом формирования и определения концепции развития этого объекта в дальнейшем. Но я уверен, что так же, как у нас происходит это сейчас, в дальнейшем при нашем тесном общении все эти проблемные вопросы будут решены. И в конечном итоге в Щелковском районе, в сельском поселении Гребневское появится еще одна туристическая изюминка, к которой будут стремиться приехать жители не только, ну, наверное, даже не области России, а вообще и других государств. Почему нет? Как сказал Андрей, действительно... На уровне усадьбы Архангельской, так скажем. Одно из самых красивых мест в мире. Или даже самое красивое место. По-моему, он так выразился. Он выразился так. Но давайте тогда вернемся к событиям уже теперь нашего районного масштаба. Много работы было проделано Комитетом по культуре, уже, так скажем, начиная с нынешнего года. Да, вот какими основными событиями ознаменовалось первое полугодие? Ну, вы знаете, событий действительно много. Здесь речь идет о календарных государственных праздниках. 23 февраля, 8 марта. Совсем недавно у нас прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Вы знаете, прошли они с большим размахом. Традиционно мы уделяем этому мероприятию особое внимание. Конечно, нельзя не вспомнить прошедших не так давно библионочи акции, в которой Щелковский муниципальный район принимал активное участие. Ночь музеев и День музеев, которые также прошли, на мой взгляд, в очень интересном формате. Здесь спасибо большое нашим учреждениям музейному типу, Щелковской художественной галереи, Щелковскому историко-краевическому музею, Приановскому историко-краевическому музею. И нельзя не сказать о том, что и в ряде других музеев, которые по ведомственной принадлежности не являются муниципальными, тоже проходили свои мероприятия и в Монинском музее, и в других. Это действительно было интересно. Вы знаете, особенно мне, наверное, хотелось бы относительно первой половины года действительно выделить конкурсы, наши районные конкурсы, которые в этом году, вот знаете, так бывает, да, каждый год запоминаются чем-то особенным. В этом году у нас с потрясающим размахом проходят районные конкурсы. И конкурс «Театральная весна в Подмосковье», который приходил при поддержке Министерства культуры Московской области. И «Алябьевские соловеи», и «Щелковский перепляс», и «Серебряный голос». Это замечательные площадки, где юные дарования, юные таланты могут чему-то друг другу поучиться, ну и, в общем-то, отметить для себя какую-то определенную точку в творческом росте. Хотел бы, пользуясь случаем, пригласить еще раз все коллективы из других сферы, из сферы образования, вы знаете, школа искусств находится в ней, пригласить к активному участию в них, а также и соседние муниципалитеты, которые, как показала практика, в этом году очень активно отличались, очень активно стремились принять в наших конкурсах участие. В ближайшее время, это одна из наших задач, будем стремиться как можно больше конкурсов принести им статус областной. Будем очень тесно взаимодействовать в этом отношении с Министерством культуры и стремиться повышать уровень этих мероприятий. И я об одном еще мероприятии скажу, оно может быть не такое масштабное пока, как хотелось бы, но считаю его очень важным. В прошлом году с рядом проектов «Щелковский муниципальный район», наше учреждение, принимали участие в национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards». Третий год у нас уже в этой традиции мы участвуем. И вот одним из мероприятий на уровне идеи, это очень важно на самом деле, на уровне идеи был фестиваль циркового искусства «Вне арены», который защищал сотрудник «Щелковского районного культурного комплекса». И вот там, на всероссийском уровне, эта идея, я подчеркиваю, вызывала второе место. И в этом году мы, конечно, стремились эту идею реализовать. На какой площадке? У нас, на районе? В «Щелковском районном культурном комплексе», да. Фестиваль-то состоялся, с чем мы с большим удовольствием поздравляем учреждение, желаем им в дальнейшем его также развивать. Но это, на мой взгляд, очень хороший пример того, как правильная и интересная задумка одного из учреждений приобретает в дальнейшем практическое исполнение. И, в целом, мы уверены, что за этим направлением стоит большая перспектива. Александр, у нас есть вопрос, но не по телефону, а в письменной форме. На наш сайт сейчас онлайн пришло сообщение. Ну, соответственно, вопрос обращается к вам. Как идут работы по установке памятника цесаревичу Алексею на берегу реки Клязьма? Ну, вы знаете, в Щелковском муниципальном районе создана специальная комиссия. Комиссия, которая определяет, принимает решения по установке любых объектов культурного наследия, любых памятников и тому подобное. Заседание по этому мероприятию уже проходило, но на сегодняшний день, насколько мне известно, окончательного решения не принято. Служба администрации в настоящее время проводит соответствующее мероприятие для того, чтобы его в окончательном виде принять. Ну, раз уж зашла речь об установке памятников, не буду я задавать вопрос, потому что у нас есть звонок реальный. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите, вы в эфире. Я хотела бы задать такой вопрос. Меня интересует. Прошлой зимой, вот этой, которая была, очень мало было спектаклей в Щелковском дворце культуры. Хотелось бы узнать, в следующем году будут спектакли или нет. И почему такое маленькое количество спектаклей московских театров? Спасибо. Жду ответа. Вы знаете, действительно, учреждения проводят свои мероприятия. Есть мероприятия, на которые приглашаются различные персональные коллективы. Большая их часть даже сама изъявляет желание выступить на той или иной площадке. К сожалению, нам со своей стороны бывает несколько сложно сформировать определенные предложения под каждого зрителя, под каждого жителя Щелковского района. Кому-то хочется больше концертных мероприятий, кому-то хочется больше театральных мероприятий и так далее. Поэтому, наверное, можно говорить о том, чтобы посмотреть действительно, насколько такого типа мероприятий было много или мало, и попытаться специально повзаимодействовать с какими-то коллективами. Но, пользуясь случаем, я, к сожалению, не запомнил, не представилась девушка. Да, я уже не представилась, но тем не менее вопрос задал. Да, я очень хочу пригласить вас в наш театрально-концертный центр «Щелковский театр», который за последние три года получил, на мой взгляд, новый виток развития, в котором проходит колоссальное количество премьерных спектаклей, просто спектаклей и различных мероприятий, где участвуют различные творческие коллективы. К слову сказать, в прошлом году театр вошел в федеральную программу поддержки театров малых городов в Московской области. Были выделены федеральные средства, в рамках которых было поставлено три премьерных спектакля. Один взрослый спектакль, два детских спектакля. Плюс, помимо этих трех, театрально-концертный центр выпустил еще и пять своих собственных новых постановок, которые завидные, на мой взгляд, регулярностью на базе этого учреждения проходят. Поэтому приходите, пожалуйста, в театр. Давайте вернемся к теме памятников, раз уж наши зрители затронули ее. В прошлом году в микрорайоне Чикаловский открылась аллея героев, действительно достойного уровня, я бы сказал, наверное, федерального уровня. При помощи, при поддержке фонда аллеи российской славы, который устанавливает бюсты, разным героям по всей стране, открыли в прошлом году мы четыре бюста. Летчикам Валерию Чикалову, пятый в этом году, Михаилу Громову, Георгия Байдукова, Александру Белякову. И в этом году, в День космонавтики, 12 апреля, открыли еще один бюст первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Вопрос такой, будет ли еще продолжаться дальше развиваться эта аллея, и в общем, в каком направлении, до какой степени? Аллея будет развиваться обязательно, и как раз в настоящее время готовится проект благоустройства всей этой территории, микрорайон Чикаловский. Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим, как же это будет в дальнейшем. Но то, что эта территория будет развиваться, это однозначно, конечно. Давайте вернемся к событиям культурной жизни, которые были в первом полугодии нашего года. Вы много сказали о том, что происходило, но мне хочется затронуть еще одну тему. Это уже ставший традиционным фестиваль искусств Звездный, или вообще называют фестиваль Юрия Розума, поскольку маэстро прилагает все усилия к тому, что он проходил. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет об открытии этого фестиваля, ну а дальше потом вернемся к другим событиям. Давайте посмотрим. Ежегодный международный фестиваль искусств Звездный стартовал великолепным концертом, который народный артист России, пианист, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум посвятил памяти своего отца, народного артиста РСФСР Александра Григорьевича Розума. Он был первым исполнителем главных партий в таких операх, как «Укращение строптивы», «Три толстяка», «Заря». Представлял певец и премьеры многих песен, ставших популярными и любимыми. В его исполнении впервые прозвучали «Песни о родине», «Песни о Москве», «Солдаты идут». Активно сотрудничал Александр Григорьевич с такими легендарными композиторами, как Новиков, Соловьев, Седой, Мурадели, Туликов, Островских, Рейников, Качатурян, Сверидов и Левашов. В этом году фестиваль продлится несколько недель. Традиционно он состоит из нескольких концертов и мастер-классов, участие в которых принимают ученики школ искусств Щелковского района. Сегодня, в день открытия фестиваля, мне, конечно же, хочется выразить искреннее славу, благодарность и, конечно, нашим жителям нашего района, которые с удовольствием приходят на все концерты фестиваля, не только взрослые, но и детские, которые присутствуют в рамках фестиваля. В рамках фестиваля мы будем проводить в очередной раз ряд мастер-классов в школе, которая носит имя Юрия Розума, народного артиста России. Но мы не будем сейчас уже возвращаться к фестивалю, слишком много тем хочется сразу затронуть. Вот меня интересуют еще другие учреждения, которые, так скажем, подведомственные, комитет по культуре и туризму. Ну, прежде всего, это, конечно, Щелковский городской, ну, даже, наверное, районный, центральный парк культуры и отдыха, который, действительно, в последние годы сильно преобразился. Вот хотелось бы узнать, какие тенденции к его дальнейшему развитию существуют? Парк городской, но то, что он служит площадкой для отдыха для всех жителей Щелковского муниципального района, это, безусловно, так. Очень перспективное учреждение. Наверное, несколько лет назад в определенном плане стратегическим решением была большая часть крупных мероприятий, которые проходят в летний период, которые проходят в межсезонье, когда погодные условия достаточно снисходительны к нам, перенести на эту площадку. И, действительно, люди все больше и больше приходят в парк просто погулять или посетить какое-либо мероприятие. Конечно, мы стараемся создать для них там условия соответствующие. Из последних крупных ремонтных работ, помните, в прошлом году поменяли покрытие асфальтовое перед летней эстрадой. Появляются у нас новые клумбы, новые скамейки. Стараемся сделать все для того, чтобы жителям было удобно и комфортно. Ну и, конечно, стремимся наполнять парк интересными активностями. У нас, опять же, за последние годы появился контактный зоопарк, у нас появился парк Бундерлоги, у нас появилась лодочная станция, которая, на мой взгляд, стала одной из точек притяжения жителей. Ну и, в целом, большое количество мероприятий, которые проходят в парке, способствует тому, чтобы жители выбирали это местом для своего отдыха. Отдельно, наверное, стоит отметить, что за последний год у нас очень большое количество даже локальных анимационных программ, детских программ проходит на этой территории, и они пользуются большим спросом. Большое внимание в этом учреждении уделяем доступной среде. Вы понимаете, площадка открыта, это достаточно непросто, но, опять же, появилась у нас система навигации на территории всего парка, появились индукционные панели на летней эстраде. Будем стараться делать все, чтобы людям с ограниченными возможностями на этой территории было также очень комфортно. Ну и в этом году уже мы планируем разработать концепцию развития парка, концепцию с визуализацией. Опираясь на которую, можно будет в дальнейшие, в последующие годы полномерно благоустраивать эту территорию. Александр, у нас есть два звонка. Я в целях экономии времени, если можно, коротко их зачитаю. Звонки наших зрителей. Просто у нас не так много времени осталось до конца программы. Значит, первый вопрос касается Челковского театра, ну, естественно, его нового помещения, хотя уже не такое новое в бывшем ДК Славе. Вот жительница Воронка, даже, по-моему, Дальнего Воронка спрашивает, почему вот все лучшие спектакли-то перенесли именно на ту территорию, и очень неудобно и долго добираться. Почему ничего не осталось в бывшем РДК, да, ну, ныне? Щелковский районно-культурный комплекс. Это первое. И второе, ну, это уже другой вопрос, а другого зрителя немножко связано, касается реконструкции площади перед, опять же, районным культурным комплексом. Вопрос такой, как будет реконструироваться, будут ли внесены какие-то изменения в проект в дальнейшем, или просто вот, ну, приведут все в порядок, как было раньше. Ну, давайте с театра начнем. Ну, относительно театра, давайте все-таки понимать так, что на тот момент Щелковский драматический театр нуждался в своем помещении, в своем здании, в котором бы он мог на более высоком профессиональном уровне и более комфортно реализовывать свой творческий потенциал. Понимание этого привело к тому, что нам стало необходимо искать здание. Естественно, в Щелковском районном культурном комплексе, где сегодня находится музыкальная школа, где сегодня находится сам Щелковский районный культурный комплекс, уделить такое большое время и отдать, скажем, ту же сцену, те же помещения для того, чтобы именно этот коллектив полномерно развивался, было крайне сложно. Иначе в данном случае мы ущемили бы интересы десятков и сотен других занимающихся воспитанников, которые на этой территории развиваются. В итоге, на мой взгляд, это было очень неплохим решением, потому что в конечном итоге именно это здание по своей планировке, по внутреннему административно-техническому расположению позволяет комфортно вместить именно коллектив данного типа. Есть хороший зал, есть кабинетная система, в которых можно располагаться. И это стало, опять же, как мне кажется, неплохим решением. Плюс театральный концертный центр — это не только трупы самого театра, это еще и ансамбль русской песни «Распевы», это еще и оркестр, которые на сегодняшний день, получив это здание и имея возможность объединить там свой творческий потенциал, стали создавать действительно очень интересные совместные творческие продукты. И мне кажется, в этом огромная доля заслуги и руководителя театра Татьяны Борисовны Иршовой, театрного концертного центра, и всех тех сотрудников, которые на сегодняшний день в нем работают. Относительно того, что не осталось ничего в Щелковском районном культурном комплексе, да не могу я с этим согласиться. Мне кажется, у нас практически каждую неделю проходят там крупные мероприятия самого разного типа. И здесь я могу лишь посоветовать, порекомендовать более активно использовать социальные сети, сайты наших учреждений, чтобы ознакомиться с той программой, которая запланирована. Относительно благоустройства сквера, к сожалению, не могу вам ничего сказать, потому что это не территория Щелковского районного культурного комплекса. Мы, конечно, находясь рядышком, наблюдаем за тем, что происходит, но как это будет выглядеть в дальнейшем, сказать нам не могу. Спасибо, Александр. У нас осталось буквально три минуты. Хотелось бы поговорить об особенностях проведения в нынешнем году нашего уже 20-го, по счету, будет фестиваля «Душеновские маневры» и празднования Дня района и города Щелково. Насколько я знаю, что эти два масштабных мероприятия будут объединены буквально в один день, ну или два дня. Как это все будет происходить? Ну, больше, наверное, давайте начнем с «Душеновских маневров». «Душеновские маневры» в этом году у нас юбилейные. Это действительно 20-й фестиваль. Для нас это одно из самых знаковых событий. Это одна из туристических визитных карточек Щелковского муниципального района. И, конечно, мы с особым трепетом всегда относимся к планированию этого мероприятия. Три составляющие есть незыблемые, которые мы стараемся сохранить всегда. Это мультиэпоховость. Вы знаете, что это один из старейших не только в России, но и в Европе мультиэпоховых фестивалей. Это интерактивность. «Душеновские маневры» по сути – это музей под открытым небом. И то, что трудно поддается измерению, но то, что мы считаем очень важным – это душевность. Это фестиваль для всей семьи, где каждый, независимо от возраста и личных предпочтений и интересов, может найти что-то особенное. В этом году так уже исторически сложилось. Наша страна принимает еще одно очень большое спортивное событие – чемпионат мира по футболу. В этой связи существует указ президента Российской Федерации о ограничении использования пиротехники на территории тех регионов, которые принимают непосредственное участие, и тех, которые располагаются в непосредственной близости. К сожалению, для нас в данном случае эти два события совпали, и провести мероприятие в те же даты на Душановском поле у нас возможности нет. Очень много мы советовались с профессиональным, экспертным сообществом, с реконструкторами обсуждали даты, потому что это не просто и для них, ввиду того, что у них и другие мероприятия тоже есть. И пришли к выводу, что оптимальной датой для проведения душановских маневров станет 25 августа. Этот день совпадает с Днем Щелковского муниципального района. И опять же, нам кажется этот формат интересным, потому что День Щелковского района в этом году станет тематическим. Он будет полностью окрашен, если можно так сказать, цветам душановских маневров. Что касается формата проведения мероприятия, то это порядка 8-9 крупных площадок, с которыми наши жители хорошо знакомы, а не традиционны. Это и Щелковский городской парк культуры и отдыха, и площадь, и сквер перед Щелковским районным культурным комплексом, и парковая площадь, и набережная. В общем, все крупные локации нашего города будут заняты под различные эпохи. Их у нас в этом году будет более 8, и каждый из них будет располагаться в своей какой-то зоне. Но это не только городское поселение Щелково, да? Это городское поселение Щелково. Вот душановские маневры приезжают в гости. Приезжают в городское поселение Щелково. В год своего юбилея. В год своего юбилея, да. Ну а какие-то еще мероприятия запланированы во время проведения дня района? У нас два дня в этом году будут активных. Если первый день это сугубо тематика, душановские маневры, то второй день здесь свободы для творчества несколько больше. Это традиционные концерты, анимационные интерактивные программы, мастер-классы и другое. Ну и, конечно, цикл мероприятий начнется в микрорайоне Чекаловский. 19 августа, день воздушного флота. И первый большой концерт, посвященный этому событию. Большое спасибо, Александр, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к студию. Ну, в общем, говорить можно бесконечно, конечно, о культуре. Я думаю, что подведем итоги уже, наверное, в начале нового телевизионного сезона осенью. О том, как это все происходило, увидим воочию. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»